Здравствуй, мой друг! Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда, поближе к камину. Найди мягкие подушки. Устраивайся поудобнее. Расслабься и слушай. Сегодня я расскажу тебе о празднике Иоанна Златоуста и о том, что категорически нельзя делать в этот день. 26 ноября. Дата по старому стилю 13 ноября. Церковь отмечает праздник Иоанна Златоуста, архиепископа константинопольского, жившего в IV-V веках и почитаемого в качестве одного из трех вселенских святителей и учителей наравне со святыми Василием Великий и Григорием Богословом. Иоанн Златоуст родился приблизительно в 347 году. Он был сыном видного военачальника Секунда и его жены Анфуза. Они жили в Антиохии. Знатная семья его родителей не знала ни в чем нужды. Но когда Анфузе было только 20 лет, а Иоанн и его сестра были малыми детьми, отец погиб. Мать в отличие от многих вдов того времени не вышла вторично замуж, а занялась воспитанием детей и управлением наследством. И успешно справилась бы с этим, но ее дочь, сестра Иоанна Златоуста, умерла. Тогда все свое внимание мать христианка обратила на сына. Она дала ребенку лучшие по возможностям того времени образования и воспитания. Особую успехи юный Иоанн проявлял в риторике, красноречии и ораторском искусстве. Это и дало ему затем возможность получить прозвание Златоуст. После обучения занялся Иоанн адвокатской практикой и очень в ней преуспел. Но Господь выбрал для него другую дорогу. В молодости он стал более вдумчиво изучать священное писание и получать знания от епископа антиохийского Милетия. Его наставник видел в юном талантливом ораторе те способности, которые дали бы ему возможность принести огромную пользу церкви и обществу. Иоанн после трехлетнего обучения в Милете принял крещение. Ни о какой светской карьере он уже и думать не хотел. Им руководило лишь одно желание — служить Богу. Вскоре Иоанн получил звание чтеца, которое предшествовало получению священства. Но в это время его учитель, епископ Милетий, был смещен со своего поста и выслан. В то время церковь раздирали противоречия и борьба за власть. Иоанн на своем посту полюбился жителям и они стали требовать его возведения в сан. Но Иоанн сопротивлялся и после смерти любимой матери ушел в монастырь, к чему давно стремился. В монастыре он провел четыре года, а затем удалился и жил отжельником в пещере. Но из-за аскетического образа жизни и пожатнувшегося здоровья был вынужден прервать отжельничество и вернуться в Антиохию. Ему было тогда тридцать три года. Епископ Милетий тогда снова руководил епархией и привел Иоанна в диаконский сан. Обязанности богослужебного обеспечения не ограничивали круг его деятельности. Он занимался также заботами о бедных и обездоленных. В той области он прославился как чуткий и отзывчивый служитель. В 386 году Иоанн стал священником и ревностным пастырем. Кроме этого, его все знали как оратора, неподражаемого проповедника. Его речи всегда были последовательными, ясными и доступными для людей. Люди шли слушать его толпами, внимали его наставлениям и старались следовать им. В 397 году Иоанн Златоуст возглавил Константинопольскую кафедру, став патриархом. Но с самого начала служения на новом посту он стал пытаться изменить морально-нравственные основы общества. Ведь стать утопало в роскоши, а простые люди мучились в нищете. Духовенство также шло на поводу этих соблазнов. Чтобы прервать этот порочный круг, молодой патриарх стал вводить жесткие ограничения и сконять священников, запятненавших себя уклонением от христианского долга. Разумеется, это очень не нравилось высшему руководству и власти. Когда Иоанн продавал предметы роскоши и тратил средства на благотворительность, помогал бедным, обличал разврат и неверие, он тем самым обличал других священников. И началась борьба против Златоуста, которая привела к его смещению, осуждению и ссылке. Но народ возмутился такому решению и изгнанию своего любимого патриарха. Его были вынуждены вернуть, тем более, что сразу после его ссылки произошло сильное землетрясение, что сочли за предупреждение о неправильном решении. Но Иоанн ничуть не испугался этих интриг и с еще большим жаром стал бороться против нравов того общества. В результате его вновь осудили и выслали. Он три года провел ссылки, молясь и занимаясь литературным творчеством. Он умер в 407 году, произнеся последние слова «Слава Богу за все». После смерти он был полностью оправдан и по сей день почитается, как великий пастырь, проповедник и христианский писатель. Его мощи были нетленны и перенесены в Константинополь. Там народ, встретив их, вскричал «Прими престол твой Отче». Уста Иоанна во гробе отверзлись, и он произнес «Мир, мир». В старину на Руси говорили, зазывая зима на Иоанна Златоусту свою свиту в юге до метель, и дает ведь наказ оттепели унять. Морозы становились все сильнее, все живое замирало, растения засыпали, звери прятались в норы. На Златоусту все более пусто замечали люди. Они сидели в домах, избегая лишних прогулок. В старину считалось, что Мороз является злым божеством, имя которого Зюзя. Люди представляли его в образе старика с длинной бородой и посохом. Считалось, что если человек к нему притронется, он вмиг превратится в клыб ульта. 26 ноября крестьяне верующие люди возносили молитву Иоанну Златоусту о суде над обманщиками. Считалось, что правильные слова, обращенные к святителю, помогут вывести на чистую воду ульма и оградить себя от него в дальнейшем. Праздник Иоанна Златоуста давал начало пельменной поре. С этого дня усиливались морозы, поэтому можно было спокойно замораживать пельмени. Хозяйки делали много теста и фарш. Иногда кроме мяса использовались грибы. Пельмени лепились всей семьей, а иногда и вместе с соседями. Изделия замораживали на улице и ссыпали большие мешки, в которых те хранились. Приметы на 26 ноября. Если звезды ярко сверкают на небе, жди снегопады и поголодания. Если вороны каргают, конь тепели. Если съесть на завтрак сверобой, то удача не покинет вас. Когда лучина трещит и искрится к пасмурной и снежной погоде. Если снег идёт с небольшими перерывами во времени, в плохой погоде. Если птичка камышовая остаётся зимовать в наших краях, зима будет тёплой и малоснежной. Если в этот день идёт дождь или непогода, то следующий год будет богатым на урожай. Если днём порывистый ветер, который к вечеру тихнет, ожидайте потепления. И, наконец, что нельзя делать в этот день? В этот день категорически запрещено ругаться и сквернословиться. Считается, что так Бог не услышит ваши молитвы. Постарайтесь держать свои эмоции и будьте рассудительны. В этот день можно давать и брать деньги в долг. Однако, остерегайтесь брать или давать деньги соседям. Это может плохо кончиться. В этот день именины празднуют Герман и Иван Заменинами вас. На этом наш вечер завершён. До свидания, мои други. До следующей встречи у Калина.